Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Днем 27-32. В горах ночью от 4 до 9 тепла. Днем плюс 18, плюс 23 градуса. В южных и центральных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 32. В Ауле Псыш в рамках реализации национального проекта «Культура» будет создана модельная библиотека нового поколения. О том, как она работает сейчас, какие изменения грядут в этой сфере и как восприняли эту новость читатели, расскажет гость программы Фатима Гидегулова, исполняющая обязанности библиотеки Псыша. Здравствуйте, Фатима Мухабовна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о значимости участия в национальном проекте «Культура». Участие в национальном проекте «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек окажет содействие в реализации намеченных планов по созданию современного библиотечного пространства, которое сделает ее более привлекательным. Фатима Мухабовна, расскажите, пожалуйста, какие зоны будут открыты в библиотеке? Занимаясь проектированием нового пространства, мы особое внимание сосредоточили на создании зон, которые бы плавно переходили друг в друга, отвечали бы возрастным критериям, были бы многофункциональны, удобны и привлекательны. Основная идея при создании нового дизайн-проекта – это современная библиотека, которая является не местом для хранения и использования документов, а центром социально-культурной жизни района и аула, местом образования и досуга. После проведения ремонта и зонирования в библиотеке появится современная комфортная мебель, красивые высокие стеллажи, светлые стены, продуманное освещение, удобные столы, диваны и кресла сделают пространство библиотеки очень функциональным, просторным, легким и уютным. Пространство библиотеки будет разделено на следующие зоны. Будет у нас холл, абонемент, детский отдел, конференц-зал, актовый зал и зона комплектования и обработки. Кроме того, в библиотеке будут созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Фатима Мухаммановна, расскажите, как Вы сейчас работаете со своими читателями? Пользователи нашей библиотеки – это в первую очередь школьники, студенты, преподаватели школ, воспитатели детских садов. Без внимания не остаются люди старшего поколения, дети и взрослые с ограниченными возможностями. Для них мы проводим разные мероприятия, индивидуальные и массовые, обзоры, беседы, игры, экскурсии, конкурсы. В библиотеке в период карантина и самоизоляции работа проводилась в режиме онлайн. На нашей страничке в Инстаграме мы выкладываем виртуальные книжные выставки, путешествия, флешмобы к памятным датам. Фатима Мухаммановна, как Вы думаете, с появлением модельной библиотеки что изменится в Вашей работе? Надеемся, что библиотека станет новым местом притяжения людей нашего района и аула, где они смогут не только получать нужную информацию, но и реализовывать свои проекты. Представленные программы, мастер-классы, насольные игры, встречи сделают модельную библиотеку привлекательным культурным досуговым центром для всех возрастных категорий. Ожидаемые результаты – это увеличение числа посещений, числа читателей и книговыдачи. Фатима Мухаммановна, спасибо Вам за содержательную беседу и до новых встреч! Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14.30 с ведущим Ашемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова